МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...стоит на прежней позиции. То решение, которое нам пытаются навязать, незаконное решение незаконного собрания акционеров, незаконное избрание совета директоров, это решение мы не признаём. Мы продолжаем работать так, как мы работали, одновременно продолжаем, повторяю, в других формах акцию протеста. Мы благодарим всех за поддержку. Спасибо. ...пишут из студии, и мы пишем, да? Повели, Борис. Коль, бери, лестнице. Сюда, везёй. Три и девять. Володь, иди сюда, Володь. Да вы не садись, пошли, иди сюда. ...господина Киселёва, который в большей степени отстаивает свои личные интересы. Больше ничего. Сегодня те, кто владеет акциями, пользуют трудовой коллектив, используют его для того, чтобы он, жертвуя своей будущей карьерой и своей жизнью, защищал фактически их интересы. Конфликт зашёл очень далеко, и в конце концов нужно находить решение. Даже Шарон с Арафатом готовы сесть за стол переговоров. Неужели мы не можем найти общего языка друг с другом? Теперь в чём суть предложения? Надо отделить проблемы акционеров от проблем журналистов. Журналисты обязаны работать, никто не имеет права вмешиваться в их творческую деятельность. И я считаю, что все акционеры, без исключения, неважно, к какому лагерю они принадлежат, должны совместно сделать заявление о том, что они не будут привлекать журналистов, каждый на свою сторону, и дадут им возможность, наконец, поп... Да вон, где он? Здесь, здесь. Я пошёл, я не... ...по мне... ...был объявлен митинг, и когда разные люди стали приходить к нам, поскольку не мы собирали подписи, да, там они... Скажем так, творческая интеллигенция собирала подписи у творческой интеллигенции, да? И мне рассказывали люди о том, почему люди отказывались подписывать бумагу. Это фантастическая история. Один говорит, за мной театр. То есть, может быть, ничего с ним не будет. Понимаешь, да? Может быть, нет. Но он уже боится. Он уже боится. Ты представляешь, что это такое? Это люди известные, знаменитые. Вдруг со мной что-то будет. Ты знаешь, ведь я боюсь. Ну, а я что, не боюсь? Моя жена боится. А я что, не боюсь? И мои старики боятся. Они это всё очень хорошо помнят. Ну как, вопрос. Ну, сразу забежал и всё. Давай кабель, я тебя буду стравливать. Ты иди со своим. Так, всё, держи. Держи. Не собираюсь передавать дела Борису Йордану. Вот, действительно, пришёл от него факс. Почему-то в нём я назван главным бухгалтером телекомпании. Возможно, это новая должность, которую мне предлагает господин Йордан. Если мне предлагается здесь поработать бухгалтером, вот, это предложение я не принимаю. И если здесь появится сам господин Йордан или какие-то его представители, я дела, как здесь сказано, передавать им не собираюсь. Ну, а буквально через несколько минут после того, как прозвучало это заявление, в нашу редакцию приехали представители Бориса Йордана. Они предъявили охране пропуск, выписанный на посещение другого этажа, и угрожали охране, что в случае, если их не пропустят, у охранной службы НТВ будет отобрана лицензия. Но не пропускать их никто не собирался. Сотрудники НТВ сами выписали представителям Йордана пропуск, как обычно это делается для посетителей редакции. После чего состоялся короткий разговор представителей Йордана с юристами НТВ. Предъявили нам три документа. Приказ номер один. Приказ номер один. Очень замечательный документ. Давайте посмотрим его. Господин Йордан приступает к исполнению обязанностей генерального директора телекомпании НТВ. Интересный второй пункт. Всем сотрудникам ООО телекомпании НТВ при осуществлении трудовой деятельности руководствоваться приказами и указаниями генерального директора ООО телекомпании НТВ. Надеюсь, понятно, что кого. Господин Йордан. В общем, цель визита этой комиссии принять у нас или у телекомпании НТВ печать все документы, связанные с... Атрибуты власти. Да, атрибуты власти. Если раньше были банки, телеграф, почта, то теперь печать, ключи от сейфа и платёжки. Платёжки, да. И что вы намеренно делаете? То, что мы намеренно делали, мы уже сделали. Мы отказались подписывать какие-либо документы, в том числе какой-либо акт об отказе, потому что считаем, что все эти действия нелегитимны, то есть незаконны, начиная с самого решения собрания и заканчивая вот этими приказами нелегитимного генерального директора. Поэтому никаких документов о передаче дел и должности и акта об этом мы подписывать не намерены. Вот. О чём мы довели до сведения вот этой вот комиссии по приёму дел и должности. Поинтересовался у них, а есть ли вообще разрешение миграционных властей России на трудовую деятельность господина Йоргана, являющегося гражданином Соединённых Штатов Америки. Так требует российское законодательство. Я не получил никакого ответа. Сегодня же «Газпром Медиа» отказался от предложения «Медиамоста» установить трёхмесячный мораторий на смену руководства НТВ. Это предложение в «Медиамосте» мотивировали тем, что ситуация, возникшая вокруг НТВ, ведёт в тупик. Кроме того, в заявлении холдинга указывалось, что достигнута договорённость с иностранными инвесторами во главе с Тернером о продаже акций НТВ, и что все назначения должны проводиться после завершения сделки полным составом акционеров телекомпаний. Однако пресс-секретарь «Газпром Медиа» сообщила сегодня об отказе этой компании от предложений «Медиамоста». Кредит брали не у «Газпрома», а у «Американского банка» под гарантией «Газпрома». Всё-таки это были не «Газпромовские деньги», уж если так быть совершенно откровенным. Но я вам должен сказать, что... «Газпром» был поручителем. Да, я должен вам сказать, что на самом деле вы можете смотреть, скажем, НТВ+, благодаря этим кредитам. Вы можете смотреть сериалы, знаменитые в том числе, благодаря этим кредитам. Вы, наверное, знаете о том, что около 80% российских фильмов, которые заявали международные призы на всяких кинофестивалях, 80% сняты в НТВ «Профит». Это тоже требовало денег. Это было сделано для вас. И НТВ «Плюс» для вас, и кино для вас, и интернет теперь, который, вот «Мимонет» наша компания для вас. Да и «Еха Москвы»? А НТВ для вас, прежде всего, да?